Девушки отдыхают Все, готово! Вот это да, Маша! Какая ты неописуемая! Завтра на приеме у Селесты ты произведешь фурор! Это-то меня и беспокоит! Как бы Селеста меня с одной из своих клуб не перепутала! Очень смешно! Я в моде и стиле, как птица в небе! Это правда! Ты, Варечка, лучше всех наряды придумываешь! Вот только, как будто чего-то не хватает! Может, брошку сюда? Или... Привет, девчонки! А у меня перо! Ученые! Ой! Точно! Перо! Точно! Перо! Самопишущее! Я ради него у Памы и Рёма целую неделю созывала и работала! Зато теперь я контрольные по математике за минуту напишу! Точнее, перышко за меня напишет! Ага! Если поймаешь! Идеально! Самопишущее перо, говоришь? Можно посмотреть? Ну, в математике это перо тебе точно не поможет! Оно пишет исключительно в степи! Ау! Что? Правда? И зачем мне такое? За степами я и Каприкосову могу обратиться! Ох, Алёнка! Учись справочник по магическим артефактам! Эх, девочки! Вот если бы у меня такие очки были, как у Маши, то я бы ни за что не ошиблась! Маш, а где ты такие взяла? Я тоже хочу! Ха-ха! Таких больше нигде нет! Ведь я их сама сделала! А Вара мне помогла! Я приехала учиться прямиком из волшебного леса! Колледж был такой удивительный и такой огромный, что я заблудилась! И тут мне посчастливилось встретить самую высокомерную девочку, Любаву! Я хотела узнать у неё дорогу к моему корпусу! Но вместо ответа Любава с подружками стали надо мной смеяться! Ты что, говорят, из леса? А это что у тебя за каменный цветок? Я растерялась и не знала, что мне делать! Но вдруг появилась она! Варя вернула мои волшебные кристаллы! А потом проводила до корпуса! Вот так мы и познакомились! Варя часто звала меня на разные мероприятия в колледже! Но я отказывалась! Всё потому, что я задумала создать одну невероятную вещь – волшебные очки! Каждую свободную минуту я трудилась над чертежами и искала подсказки в библиотеке! Но вот Любава никак не оставляла меня в покое! Как-то раз на уроке волшебной ботаники она подменила моё семечко, но Варя это заметила! Видели бы вы, как Любава удивилась, когда у меня вырос красивый цветок! А у неё хищникус кусакус! Весь класс тогда смеялся! Любава вытаила на Варе обиду! Однажды, накануне соревнований по флайтболу, Варя зашла ко мне и позвала посмотреть на тренировку своей команды! Но в тот день я не могла! Я создавала линзы для очков из волшебных кристаллов, которые сама вырастила! Я обещала Варе, что обязательно приду завтра на соревнования! И вот очки готовы! Я даже провела первые испытания! Они могли приближать и отдалять предметы, и показывать то, что скрыто Чарби! В ту ночь я легла спать счастливой! У меня получилось! На следующий день все ученики и учителя колледжа собрались на соревнованиях по флайтболу! Внизу на поле я увидела Варю и Любаву! Позже Варя мне рассказала, что Любава неожиданно извинилась за своё поведение и в знак примирения подарила красивую заколку! Пусть победит сильнейшая команда! Сказала тогда Любава! И вот начались соревнования! Судья подал сигнал, и команды взмыли вверх! Но тут с Варей что-то случилось! Её стало носить по всему полю! И никто не понимал, что происходит! Тут Варя упала на трибуну! Она не могла понять, почему её магия больше не слушается! Я посмотрела сквозь свои очки! И увидела, что на ней заколка с блокирующими магию чарами! К Варе вернулась её сила! Она взмыла вверх под радостный рёг толпы! Вечером Варя пришла ко мне поблагодарить за помощь! Её команда победила, несмотря на козь и Любаву! Я показала Варе очки, без которых я бы не заметила злые чары! И тут Варя на меня как-то странно посмотрела! И сказала, что знает, как сделать очки ещё лучше! Варя поработала над моим стилем, а для волшебных очков подобрала модную оправу! И теперь ты не только умная, но и стильная! Девчонки! Ты просто огонь! А вот эта Любава? Ммм, какая же вредная! Попадись она мне, я бы ей показала! Маш, а ты мне такие очки сделаешь? Аленка, сила очков волшебных кристаллов! А их лет пять выращивать надо! Ну нет, я так долго ждать не могу! Ой, смотрите, перышко пишет что-то! Вот же хулиганка, ты что творишь? О! И Любава проиграла, так и надо по делам! Маша же красоткой стала! Всё записано пером! Девчонки! Да она историю Маши записала! Тихо! А как хорошо получилось! Решено! Оставлю его себе! Кстати, девочки, когда у нас там экзамен по литературе? Аленка, ты неисправима! Аленка, я учусь! Аленка, я учусь! Продолжение следует...